В правящей украинской элите, назовем вот в очень широком смысле этого слова, не только команда президента, а в правящей... Есть люди, которые способны вот столь тонкую партию разыграть? Вот это вот главный вопрос. Есть кто готов, кто способен сыграть на противоречиях внутри российской элиты? Кто? Дещица придет и споет. Прекрасно. Так он только сплачивает. Дело в том, что такие, как Дещица, только сплачивают российскую элиту. А там очень много нюансов и отношений. И дело в том, что наша элита, допустим, идет на какие-то... делает очевидные ошибки, например, когда начинается вдруг Иларионов или Ходорковский подниматься на щит здесь, как представители. Они могут быть представителями чего угодно. Либерального сообщества, например. Либерального сообщества, а не либеральные группировки во власти. Это две большие разницы, а четыре маленькие, как говорят, в Одессе. Они ни на что повлиять не могут, на принятие решений. А работать надо с людьми, способными повлиять. А Ходорковский, работать с Ходорковскими, только сплачивать, так сказать, тех либералов с теми ясными. Да, вот с Волошином это было бы совершенно по-другому. Волошин еще один, как бы... А вот для разрядки, как вы думаете, попытка, она уже вовсю происходит, да? Распустить фракцию КПУ в парламенте, она сплачивает в каком-то смысле нашу, в широком смысле элиту, или наоборот, она сплачивает российскую элиту? Вот Дима совершенно прав. Здесь проблема в том, что некому в украинской власти работать с противоречиями внутри российской власти. А российская власть успешно работает с противоречиями, которые возникают внутри украинской власти. Россия большинство проблем межгосударственных все эти годы успешно делала внутриполитическими украинскими. Редактор субтитров А.Семкин